В составе делегации 84 специалиста в области проектирования стадионов, подготовки и проведения соревнований, безопасности, транспорта, логистики, гостеприимства и многие другие. Операционный визит FIFA в России начался еще 1 сентября. Эксперты уже успели оценить готовность Санкт-Петербурга и Казани, а теперь добрались и до Сочи. Конечно, опыт Олимпиады поможет в проведении Кубка Конфедерации, он поможет в проведении Чемпионата мира и мы надеемся, что в наследие здесь, после 2018 года, также мы оставим высокопрофессиональный, очень качественный футбол. Напомним, это уже второй визит комиссии FIFA в Сочи. В октябре прошлого года она уже оценивала ход строительства арен. По признанию экспертов, то, что они видели год назад и сегодня, сильно отличается. По их мнению, Фишт стал действительно похож на футбольный стадион. Эксперты FIFA в течение двух часов смотрели реконструкцию стадиона и нам очень приятно, что, собственно говоря, замечаний практически нет. И эксперты FIFA убедились в том, что реконструкцией занимается профессиональная строительная компания, которая, безусловно, в отведенное и указанное время, а это конкретно июнь 2016 года, сдаст стадион для проведения соревнований. Как подчеркнули эксперты, реконструкцию стадиона необходимо провести не только вовремя, но и с соблюдением всех требований FIFA. Проверка будет тщательной. Как видите, работы на стадионе Фишт ведутся полным ходом. Совсем скоро здесь начнется укладка футбольного поля. По требованиям FIFA здесь появится естественный газон с самой современной системой аэрации, полива и подогрева поля. Это позволит содержать газон в отличном состоянии в любое время года. Однако свой второй визит в Сочи комиссия FIFA посвятила в меньшей степени проверке готовности арен. В этот раз экспертов больше интересовала организация работы на стадионах во время проведения мероприятий. Задача визита – это проанализировать еще раз стадион, пространство вокруг стадиона, договориться о разделении всех пространств, разделении потоков, чтобы избежать пересечения потоков, сразу определить, кто за что отвечает, кто как будет использовать стадион во время Кубка конфедерации и чемпионата мира. Особое внимание комиссия уделила тому, насколько готова к проведению соревнований такого уровня городская инфраструктура. Сегодня как раз нашим коллегам представляли городскую инфраструктуру, это их размещение, где предполагается размещение клиентских труб и, соответственно, болельщиков. Вся инфраструктура города, как уже было отмечено, она готова к проведению международных мероприятий. Мы слышим от коллег их требования, которые, безусловно, будут выполнены. Тренировочные поля запланированы, определены места их размещения и мы уверены, что в последующем они будут тоже эффективно использоваться. Все, что увидели эксперты на спортивных аренах и в городе, они обсудили на специальном закрытом совещании. Уже завтра комиссия оценит стадион Лужники. Напомним, чемпионат мира по футболу пройдет в России летом 2018-го. Годом ранее в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи пройдут матчи Кубка Конфедерации.